Друзья, всем привет! Это канал Профи Хирфиттер и сегодня я вам расскажу о моторизации набора 42110 Land Rover Defender по инструкции Грохла. Просмотр вам приятного! Итак, это моторизированный набор LEGO Technic 42110 Land Rover Defender. Что же изменилось по сравнению со стоковой версией? Весь автомобиль кроме бамперов стал черным, бампера остались в светло-сером цвете, а также салон стал красным и он довольно сильно изменился. Ну и также к автомобилю добавилось множество модификаций. Если вы их не видели, то ссылка будет в правом верхнем углу и рекомендую сначала посмотреть видео с моими модификациями, а уже потом переходить к этому видео. И также, если вы не видели покатушки этого автомобиля, то ссылка будет в описании. Также можете заходить и смотреть это видео. Дистанционно управляемым этот автомобиль стал благодаря двум XL моторам на привод. Вот они находятся здесь, сзади. Раз и два. Л мотору на рулевое управление, вот он находится. А также батарейному блоку на управление этими моторами. Вот находится сам батарейный блок. И как мы видим, порт D свободен, то есть сюда можно еще какой-то мотор подключить. Здесь используются планетарные ступицы, которые дают понижение в 5,5 раз. И по факту весь этот набор электрики и планетарных ступиц было в наборе 42.0.99 краулера. Данная моторизация имеет две скорости. High для езды в городе, то есть более быстрая и менее проходимая. А также Low для езды по бездорожью, то есть менее быстрая и более проходимая. И также в режиме Low имеется блокировка межосевого дифференциала. Вот мы видим, что сейчас муфта сцепления находится в режиме Low. Также мы ее можем переключить в режим High. В этом режиме от мотора идет понижение 20 на 12. А в режиме для бездорожья 16 на 16, то есть 1 к 1. Также хочу обратить ваше внимание на то, что я использовал в осевых дифференциалах не вот такие вот 12-зубые половинные шестерни сателлиты, а вот такие вот детали. То есть осевые дифференциалы были заблокированы. Что же изменилось в салоне после последнего видео с модами и что я добавил? В моторизации от грохла задний ряд сидений убрался, так как на его место стали XL-мотуры. Вот они находятся. А также передние кресла раздвинулись на один стут. И вот так это выглядит. И также хочу обратить ваше внимание на то, что в моторизации грохла, то есть автора, рули стоял перпендикулярно, а я его немного наклонил, чтобы выглядел более реалистично. Но все равно привод к рулю пропал. Из моих технических модификаций здесь есть ужесточенная подвеска, которую вы видели ранее. Из визуальных это дворники, удлиненные боковые аксессуары кунг и лестница. Также это кенгурятник с оптикой, оптика на крыше, антенна. А также хочу обратить ваше внимание на то, что я закрыл все дыры вот здесь, где идут лифтармы. То есть здесь, здесь, на задней двери, и точно так же зеркально с другой стороны. Также хочу обратить ваше внимание на то, что я добавил суппорта. Без тормозных дисков оно выглядит не особо реалистично, но здесь важны планетарки, а не тормозные диски. Но тем не менее, выглядит вполне себе красиво и прикольно. Также в днище я постарался закрыть все дыры по максимуму. Например, здесь, здесь, здесь и так далее. Закрывать я их старался для того, чтобы сюда не попадала грязь, пыль, песок и тому подобное. Но тем не менее, например, вот здесь или здесь, их уже закрыть очень затруднительно. Также хочу обратить ваше внимание на то, что я усилил конструкцию рулевой системы, так как тяги при большой нагрузке выламывало. Теперь их не выламываю. То есть, вот здесь я заменил ось длиной 2 студа на ось длиной 3 студа. А также, вот здесь я поставил такую парочку. Так, следующий раздел это заезд в горку. То есть, вот сейчас угол. Все углы по нулям, в общем-то. Это режим для бездорожья, и на нем он прет вполне себе уверенно. Так, следующий угол 30 градусов. Прет тоже вполне уверенно. Следующий угол, это угол 39-40 градусов. Здесь модель немного садится на задний бампер. Но на ровной поверхности едет тоже вполне уверенно. То есть, вот угол 39-40 градусов. А на этом у меня у сегодня все. Если вам понравилось это видео, не забывайте ставить лайки. Кто хочет, могут подписаться на канал. А также не забывайте о прекрасном разделе комментарии. Я же все сказал. До скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok